Сама жизнь материальная, как способ поддержания тела, относится к гуне страсти и невежит. Вот почему необходима практика духовная, соприкосновение с гуной благости, с трансцендентным уровнем. Потому что в материальном мире мы не можем соприкасаться с трансцендентным уровнем. Это все – деньги, работа, дом, заботы – непрерывно. «Ни днем, ни ночью, я не знаю покоя, не свободен от материальных мыслей и обстоятельств ни во сне, ни наяву, я не заприкасаюсь со счастьем трансцендентного блаженства, любви к Богу». То есть жизнь устроена так, что она не дает мне никакой возможности. Поэтому, говорится, нужно слушать постоянно, ежедневно. И задача практики – 24 часа в сутки научиться думать о Кришне. Что кажется сначала нереальным, кажется сначала нереальным. Но когда мы сможем понять Кришну больше, что Кришна все проникающий, мы сможем понять, что о Кришне думать нетрудно на самом деле. Из-за иллюзии, кажется, что это нереально, потому что Кришна везде во всем, даже в моих деньгах, о которых я могу думать. Но если я вижу, что Кришна даже в моих деньгах, я могу даже считая деньги думать о Кришне. Могу заниматься семейными делами, видя в этом Кришну. Кришна – это высокий уровень, да, но зависит от знаний. Поэтому мы слушаем о Кришне. Какой это Кришна? Кто такой Кришна? Кришна везде и во всем, говорит, я все сущее. Особенно яркий, другие есть проявления, мы начинаем узнавать его, постепенно мы начинаем узнавать, что этот мир Бога. У нас ослабевает желание контролировать, и мы начинаем служить. И тогда не препятствует ни работа, ни семья, потому что это служение. Служение не препятствует нашей духовной практике. Почему? Общение с проституткой препятствует духовному развитию. Общение с женой не препятствует духовному общению. Потому что вы слуга, вы служите, выполняете обязанности перед своей женой, и это очищает ваше материальное желание – служение. Почему, если вы зарабатываете деньги честно для Кришны, это не скверняет вас? Если вы деньги зарабатываете нечестно и для собственной выгоды – это жадность, это сквернение. Почему? То есть материальная природа не касается, говорится вас в этом случае, не трогает вас. Если вы это делаете для Кришны, ради служения Кришне, и жену занимаетесь служением Кришне, и детей занимаетесь служением Кришне, и свои чувства занимаетесь служением Кришне, материальная природа в форме жены, детей и денег и дома не касается вас. вы лотос в воде, не смачивающейся водой. Эта вода, она непостоянная, она мутная, она прозрачная, она очень грязная. Гуны вращаются, это факт. Можем оказаться в нечистом месте. Если в доме кто-то умер, этот дом считается нечистым какое-то время. Дети рождаются маленькие, где-то до двух лет примерно, или не знаю сколько, точно, они еще приносят нечистоту в дом, в доме еще не будет чисто. Невозможно. Ну а если вы в сознании Кришны, вы подумали лотосу. Потому что там вы делаете это для Кришны, а Кришна не оскверняется. То есть, видите, мы не можем избежать этих нишугун природы, что касается нашей материальной жизни. Страсти, невежества как бы основа этого всего. Мы делаем какие-то вещи в страсти, какие-то в невежестве. Но даже если мы так поступаем, в семейной жизни, не принимая саньясу в нижней шугунной природе для Кришны, Кришна освещает нашу жизнь. Он чистый, он трансцендентный. Он дарует это освобождение. То есть наше сознание, наш ум, чувства остаются трансцендентными. И говорится, что однажды душа, пробудившись в этом сознании, не засыпает больше. Однажды. Если же она еще не до конца пробудилась, она еще и влекут какие-то сны, вот это промышленное состояние, у преданных бывает годами, что они уже как будто понимают, чувствуют присутствие Кришны, но еще чувствуют присутствие Майи и каких-то материальных планов, которые важны сейчас, кажутся. Кровать важна только для спящего. Если вы поднялись, она больше не нужна. Но пока вы спите, несомненно, она нужна. Как иначе? Поэтому мы пользуемся тем, что нужно в этом мире. Пока мы живы в этом мире, пока мы находимся в колыбели, материальной природе, мы пользуемся машинами, дорогами, самолетами, всеми технологиями, и женимся, и ходим в магазин, готовим пищу, мы все это делаем. Но нужно осознать только одну вещь. Кришна. Какое место Кришны играет в нашей жизни? И если мы развеем знания Кришны, тогда мы сможем понять, какое место Кришна занимает в моей жизни, главное место, и как это. Он может поглотить все это. Не устранить, а поглотить все это. Как только вы скажете Кришну, это твой дом, и Кришна скажет, о, ты искренне это делаешь? Хорошо. Это мой дом, скажет Кришна, и все станет трансцендентным. Как только Кришна так ответит, вы видите, это не просто мой дом, это храм. Кришна, это твои деньги, то, что я заработал, это не мои деньги. И Кришна посмотрит в сердце, насколько искренне это говорится. Жертва совершается. О, ты на самом деле это искренне говоришь? Да, это мои деньги. И я знаю, как их использовать. На благо. И Кришна на самом деле знает, как это делать. Как только, это вот семья, Кришна, твоя семья. Эти дети пусть будут твоими. Жена, муж, твое все. Кришна посмотрит в сердце и скажет, на самом деле ты без эгоизма говоришь, без чувства собственности, на самом деле ты готов. Такую жертву, такую жертву можешь дать. Да, можешь пожертвовать даже ради меня, семьей, детьми. Отныне ты не будешь знать никаких бед вообще. Потому что я беру, принимаю этот дар, и я тебе верну, сторицей. Теперь я лично буду заботиться о тебе. И если ты отказался, если ты отказался от этой защиты, от всего, ради меня, теперь я, твой дом, твой ребенок, твоя семья, твои деньги, все, я для тебя буду во всем. Это сознание Кришны. Сознание Кришны не односторонняя вещь, что я отказался и сижу на мели. Нет, ты должен Кришне отдать, не просто отказаться от чего, ты должен Кришне предложить. Вот в чем секрет сознания. Кришне удовлетворить его. Дать ему этот дар. В конце концов, вот моя жизнь, но зачем мне эта жизнь? В мае, Кришна, я тебе хочу посвятить эту жизнь. Я хочу получить посвящение и вручить свою жизнь тебе, Кришне. И Кришне, он в сердце находится. Он там посмотрит, скажет, да, ты на самом деле искренне это делаешь. Я беру твою жизнь в свои руки. Теперь это моя жизнь, не только твоя. Теперь твоя боль, моя боль, твое счастье, мое счастье, твой друг, мой друг, твой враг, мой враг. Вот как Кришна защищает свою предельную. Полностью. Безусловно, говорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...